Их служба и опасна, и трудна. Пока полицейские охраняют закон, дома их ждут близкие. Порой времени на семью не хватает, но когда выпадают долгожданные выходные, сотрудники органов внутренних дел стараются провести их с семьей. После службы Дмитрий Низамая встречается на весь школы. Свои выходные полицейский старается посвятить детям. Сегодня не исключение. Восьмилетний Максим – самый младший в семье. Мальчик радуется. Идет гулять с любимым папой. Мой папа полицейский. У папы редко выходные. Когда у папы выходные, мы с собакой гуляем, играем, мы гуляем. Ездим Диме, на дачу ездим. Дима военный, ему 19 лет. Мой брат Дима, он добрый. Долгожданная встреча, крепкое мужское рукопожатие со старшим братом Димой. Курсант филиала военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого сегодня в увольнении. Для будущего офицера время, проведенное с семьей, бесценно. Я решил стать офицером прежде всего того, что у меня отец и дед офицер. И очень хочу, чтобы они со мной гордились. С отца я взял такие прекрасные качества, как решительность, мужественность и стойкость. И эти качества мне очень сильно помогают в продвижении по службе. Как и старший брат, 13-летний Кирилл тоже старается во всем брать пример со своего отца. Я к папе обращаюсь с советами, он всегда может поставить мне свое плечо. Поможет в каких-то ситуациях. Я восхищаюсь добротой отца, мужеством отца. Папа, мы желаем тебе крепкого здоровья, мы тобой гордимся. Эти слова для Дмитрия Незамаева – самое дорогое на свете, как и его семья. В полиции более 20 лет. Признается, порой на службе бывает непросто. С трудностями помогают справляться упорство и поддержка семьи. Нужно стараться все проблемы, которые остались на работе, прийти в семью и уже перейти полностью в семью, к детям, к жене, к родителям, чтобы уже на новый лад и уже быть в семье. Самое главное в жизни качество – это, наверное, как сказал старший сын, это оставаться собой. Бывает, что проводим свое время сверх рабочего дня, остаемся и на ночь, и бывает, что усиленный режим бывает. Нужно терпение. Самое главное, чтобы пониманием относились и жены, чтобы ждали всегда. Это самое важное качество, когда домой приходишь в надежный тыл. Сидеть. Лежать. Стоять. Девятилетняя Ксюша Кузнецова знает о собаках практически все, как о работе своей мамы-кинолога. Моя мама работает в полиции, кинологом. У нее есть собака Кавка. Кавка с Гуля-Поле. Она выезжает с ней, например, на кражи, на убийства. Кавка не любит чужих людей. Кавка слушается хорошо меня, маму. Еще у нас есть Агата. Агата работает по взрывчатым веществам. Еще у нас есть собака Деми Мур. Ей 14 лет, с которой я гуляю. Наталья Кузнецова 15 лет на службе. Кинолог умело сочетает и профессию, и семью. Привила дочери любовь к животным. Ребенок стал в какой-то момент катализатором. Мы приобрели второго Добермана, ну, два года назад. Наверное, вот она настояла, что нужно ехать, что стоит забрать. Вот, как бы, то есть, такие моменты, вот, бывает, что ее советы играют ключевую роль. Профессии в жизни. И в профессии в жизни дочка Ксюша всегда рядом. И старается во всем поддерживать свою маму. Моя мама очень добрая, отзывчивая, очень быстро помогает. Она любит собаку меня. Мы с мамой лучшие подруги навсегда. Мы с ней делимся разными секретами. Мамочка, я тебя очень-очень сильно люблю. Андрей Клишин свой выходной проводит в парке на тренировке. Полицейский увлекается футболом. Любовь к спорту привил и своему 12-летнему сыну Артему. Может, как это у всех, что у папы не получилось, хочется вложить в ребенка. Хочется, чтобы приятно было потом смотреть на пенсии, что ребенок действительно добился чего-то. Это радует родителей. Полицейский в жизни и на службе, я считаю, должен быть ответственным. Перед семьей ответственность есть. Конечно, просто дети видят, что папа вечером одевается, соответственно, уходит на работу. Они говорят, все, пап, давай, ни пуха, ни пирай. Конечно, они тоже понимают, что у папы идет работа серьезная. И с преступниками, и с разными категориями наших граждан приходится в сердце сталкиваться. Более чем за 20 лет в органах Андрею Клишину приходилось сталкиваться со многими трудностями. Сила идти на службу придает любовь и улыбки детей, которые всегда с большим нетерпением ждут папу дома. Папа очень много работает. Я хочу его побыстрее увидеть. По выходным мы с ним играем в футбол. Он у меня самый лучший папа в мире. Дома – самый лучший папа и мама в мире. На службе ответственные сотрудники, которые охраняют не только покой своей семьи, но и всех окружающих.